Вот еще один наш участник курса после нас. Это эти самые чудесные крылышки и наггетсы. И вот этот бомбический вкус чика-пармезан в сырном соусе, пармезаны. Вот это единственная фотография, которую я нашла в ленте, когда я искала их. А надо, я думаю, что давать этот вкус раз минимум в четыре публикации, а в сторис я вообще каждый день его показываю. Я по-позвучному вкусу. Все хотят сыр, когда слышат сыр. Сработало бы вот такое предложение. Покупаешь порцию крыльев или наггетсов. И смотрите, надпись. Чили, пиво в подарок. Вот как вы считаете, какое здесь ключевое слово? И вот третье. Чика-пармезан и камбуча в подарок. Смотри, правильно пишут. Чили и камбуча. Конечно, друзья, смотрите. Суть в том, чтобы добить продукт какой-то уникальностью. Вот не колой. Вы их не за нищебродов держите, что он такой нищеброд. Крылья себе, значит, за 300 крон заказывает, а колу он себе купить не может. Поэтому мне не нравится вот это предложение. Плюс просто картошка в подарок. Вот когда вы добиваете чем-то уникальным, например, специально под это дело закупаете там пару ящиков крафтового пива. Вот мы недавно почему вспомнили, мы нашли вкус на чили пиво. Я от него просто в восторге. И это пражский пивовар. Или вот камбуча, это то, что нам пришло в голову. Гость видит такой, о, типа, крылышки и напиток в подарок. Но не просто напиток, а какой-то уникальный, который он давно хотел попробовать. И таких напитков в Праге тьма, помнишь? Мы хотели с вами взять картошку с соусом. Ну да, но мы хотели привести пример, как стремно смотрится банальщина на фоне чего-то авторского. Потому что когда ты смотришь, что у тебя еще крафтовое чили пиво, или, я не знаю, сливовое безалкогольное, можно варианты поставить. Если ты не пьешь, тебе будет интересно. Что это такое, там закажешь. Или вот вариант для тех, кто не пьет. Камбуча в подарок. Или, помнишь, мы с тобой встречали кофейный лимонад холодный, такой вкусный-вкусный был в баночках. То есть реально запариться, найти какой-то этот крутой напиток. И дальше смотрите. Себестоимость напитка, вот и чили пиво бутылки, и вот такого будет 30 крон, я думаю, да? Ну, 35 нашла. 30 крон. И кто-то думает, о боже, я разорюсь, а если я подарю 100 таких? Я напоминаю вам, это предложение не должен увидеть тот клиент, кто к вам уже ходит. Поэтому мы будем выбирать в данном случае инструмент нетаргетированной рекламы. Эту рекламу нужно давать совершенно в другом месте. Потому что, если я вас спрошу иначе, как вы думаете, новый постоянник, который будет заказывать крылья минимум раз в неделю, а может быть два раза в неделю, стоит 30 крон? Ну вот как ты считаешь? Это будет дешевле таргета. В таргете вот примерно такие же показатели, что там один клик или один переход, ну, примерно 25-30 крон. Причем переход и клик, это еще не знает, что он купил. А здесь он точно купил. Ребята, как только вы прекратите жмотиться на реально эффективную рекламу, на реально эффективное продвижение, все у вас будет хорошо. Хорошо.